Всем привет! С вами Сергей и я рад приветствовать вас на канале Бастион С. И сегодня мы поговорим о гарантии. А конкретно о гарантии на нашей двери. Как она работает и что из себя представляет. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, чтобы узнать все тонкости и нюансы. Итак, Сергей, я у вас купила дверь. На какой срок предоставляется мне гарантия? Смотрите, гарантия у нас на двери сложная. Что значит сложная гарантия? Сложная гарантия, это значит, что на разные позиции изделия гарантия распространяется по-разному. То есть, на металлоконструкцию гарантии у нас 10 лет. Это все, что относится к металлическим частям двери. То есть, дверная рама, петельный блок, дверное полотно. То есть, если вы установили дверь и спустя 5 лет ваш дом дал усадку, хотя дверь здесь совершенно ни при чем, и дверь, так скажем, немножечко просела. Даже спустя это время, даже через 7 лет вы нам набираете, мы бесплатно к вам приезжаем и исправляем эту ситуацию, чтобы ваша дверь так же хорошо закрывалась, как и в первый день покупки. Даже если это причина не в самой металлоконструкции или установке, а причина в том, что просел дом. Ну, мы, к сожалению, а может и к счастью, не проводим каких-то там строительных экспертиз, которые показывают, была ли усадка дома или там в чем причина. Для нас проще приехать и сделать так, чтобы клиент остался доволен. То есть, даже в каких-то таких немного спорных ситуациях мы остаемся на стороне клиента. А какие ситуации гарантия на металлоконструкции не распространяются? Ну, так скажем, ярко выраженные механические повреждения. То есть, например, дверь стоит на улице, и она открылась сквозняком, и там деформация дверного полотна произошла. Ну, то есть, или там ее сильно надавили. Или рабочие иногда пытаются что-то вставить между рамой двери и дверным полотном для того, чтобы дверь не закрывалась. В этот момент образуется рычаг, когда мы надавливаем на дверь, может произойти деформация дверной коробки и дверного полотна. То есть, ну, здесь явно это не гарантийный случай, если человек, ну, механическим путем просто погнул изделие. Если вы купили вашу дверь, и в нашей компании вам сказали, что ваша дверь невскрываемая, тогда вас обманули. И, как бы, тогда мы виноваты. Но дело в том, что ни один из наших специалистов никогда не будет вводить людей в заблуждение, что клиент приобретает невскрываемую дверь. То есть, любая дверь вскрывается. Время, инструмент, квалификация. Вы даже можете посмотреть, как мы вскрывали одну из наших самых невскрываемых дверей, Bastion Monolith. И сделать это можно вот здесь. Сергей, хорошо, это мы поговорили про металлоконструкцию. А что еще входит в сложную гарантию? Также отдельно гарантия распространяется на замки. Если посмотреть на сайтах, где продаются, ну, отдельно замки, в отдельности от дверей, там вы можете увидеть гарантию на итальянские бренды, такие как Матура, там, Чиза и тому подобное, один год, иногда три года, мы даем гарантию на эти замки пять лет. То есть, мы даем гарантию даже больше, чем производитель, по сути. И несем полную ответственность за эти замки, ну, полностью за дверь. То есть, у нас есть дверь, есть гарантия на металлоконструкцию, есть гарантия на замки. И если с замком что-то случается, не нужно звонить куда-то, там, звоните нам, мы приезжаем, все решаем. А какие случаи входят в гарантию? Вот, ну, у производителя год, понятно, если выйдет из строя, там, замок, да? А у вас пять лет, какие случаи входят в эту гарантию? Если с замком что-то случилось, ну, так скажем, это рекламация, это проблема самого замка, то есть, производственная проблема, если с ним что-то произошло. Ввиду своей эксплуатации, я не знаю, он стал заедать, стал прокручиваться, еще что-то случается. Но зачастую, бывает, нас вызывают, в замке находятся, там, какие-то, либо соседи злые, либо хулиганы, могли что-то, там, засунуть в замок, например, какую-нибудь монетку в сувальдный замок, либо еще что-то, и он выходит из строя. Ну, естественно, это не гарантийный случай. Это делается по месту, прямо с владельцем, то есть, разбирается дверь, достается замок, разбирается замок, и если там находится какой-то посторонний предмет, то, соответственно, это все показывается, так скажем, нашему заказчику, и уже с ним обсуждается ситуация. Если с замком нет стороннего вмешательства, а с замком действительно что-то произошло, мы просто меняем замок на новый. Если сломался ключ в замке, например, ну, который цилиндровый замок, ну, я думаю, это гарантийный случай, потому что ключ тоже должен выдерживать нагрузки. Если же мы говорим, например, о сувальдном ключе, зачастую, кстати, тоже довольно-таки интересная и распространенная ситуация, что звонит человек и говорит, у меня ключ не открывает замок. Первое, что мы просим сделать, это попробовать другим ключом открыть этот замок. И, как правило, другой ключ срабатывает. Происходит это почему? Когда мы роняем ключ, один из зубчиков сувальдного ключа может просто отколоться, то есть, от механического воздействия. Я роняю эти ключи, зубчик откалывается, соответственно, он не попадает в нужную нам нарезку, то есть, в ту комбинацию замка, которая считывает этот код, и ключ не работает. Но это, конечно же, не гарантийный случай, это механическое повреждение. Или была у меня ситуация, пришла женщина, говорит, у меня не открывается замок. Начался разговор с этого. Потом показывает мне свой ключ, а ключ гнутый. Плохой ключ, слабый металл и так далее. Я не смог его руками вернуть обратно. Это говорит о чем? Что над этим ключом провели довольно-таки серьезное механическое воздействие. Ну, как бы она утверждала, что нет, он лежал у меня в сумке и так далее. Я не знаю, что там произошло, не знаю, как это произошло. Но я реально физически, ну, как бы я не могу сказать, что я там очень слабый, но я не смог этот ключ разжать обратно. Ну, как-то выровнять. Он прям дугой. Ну, и мне заказчица говорит, что, типа, вы мне продали плохой ключ. Ну, конечно же, мы все обсудили, решили, то есть, нашли решение. На российский бренд замков гарантию у нас идет 3 года. Вообще, мы, конечно же, всегда стараемся найти какой-то компромисс и решение с нашими клиентами. Зачастую я даже могу сказать, что я понимаю наших заказчиков, они не должны быть специалистами в дверях. Они не должны понимать, что и почему происходит с замками, ключами и прочим. То есть, ну, с точки зрения обывателя, если я засовываю ключ в замок, и он у меня не поворачивается, ну, что-то вышло из строя. Сергей, отвечатель, гарантийный срок по видам дверей. То есть, есть у вас разные двери, более премиум, там, обычные. Гарантия на все двери у нас одинаковая. Еще не сказал про гарантию на отделку. На отделку, какой бы она ни была, будь то антивандальный пластик, порошковое напыление, панели MDF, крашеный парал панели, на всю отделку гарантия у нас 1 год. Ну, опять же, если это не механические повреждения, то есть, если это массив дуба, то, как правило, за год, за год, если он стоит, ну, полный цикл, то есть, зима, лето, весна, осень, и если за это время с ним ничего не происходит, то, конечно же, с ним больше ничего и не случится, потому что, как бы, за этот период разная температура, разная влажность, разное давление, он все это переживает, как бы, стоит дальше. То же самое с панелями MDF, с порошковым напылением. Ну, с ним вообще, в принципе, ничего не может случиться, если это не механические повреждения. Он стоит долгие-долгие годы. Также я хотел бы обратить внимание на уличные двери. И что касается гарантий по поводу того, что дверь не будет промерзать. Мы делаем двери с полным терморазрывом в дверном полотне и в дверной раме. То есть, эти двери выдерживают любые погодные условия. Там даже в Сибирь мы их отправляем. Они стоят при морозах, там, чуть ли не в 60 градусов, и такие двери не промерзают. Так что же такое промерзание двери или образование конденсата? И почему это может происходить? Например, вы поставили уличную дверь с терморазрывом. На улице минус 25, дома плюс 25. И вы видите, что на вашей двери образовывается конденсат. Почему это может происходить? Первое. Если вы ведете ремонтные работы с повышенной влажностью, то есть, там, стяжка, поклейка обоев, что-то такое. То есть, дверь, по сути, она будет, ну, чуть холоднее, но, тем не менее, конденсат не будет образовываться, потому что влажность помещений предвышает все допустимые нормы. Если в вашем доме нет нужной вентиляции, то есть, тепло, дверь не промерзает, но помещение не вентилируется, в данном случае это тоже грозит тем, что на двери может образовываться конденсат. А на что вообще гарантия не распространяется? Гарантия не распространяется на любые сторонние вмешательства, с чем бы то ни было, там, с фурнитурой, с замками, с отделкой и прочим. То есть, если механическим путем повредили вандалы, хулиганы, сами владельцы, то, конечно же, мы найдем решение, то есть, мы найдем решение обязательно с нашими заказчиками, то есть, мы сделаем выезд, ну, он будет как-то оплачиваться. То есть, смотрим из размерности необходимых работ, и, соответственно, все это решаем, то есть, мы людей не бросаем ни в коем случае, мы до конца доводим все, но вопрос в том, что, ну, скорее всего, придется заплатить. Такой вот вопрос, а если я купила у вас дверь, но установила сама? Мы редко допускаем этого, ну, опять же, если отправляем двери в другие города, но бывает так, что люди ставят сами. В Москве и области мы сами выезжаем на монтаж, именно для того, чтобы мы двери замеряем, сами производим, сами ставим, и сами обслуживаем, и несем гарантию. Для нас это важно, полный цикл работ, чтобы все было сделано качественно. Если же человек по каким-то причинам сам установил дверь, ну, естественно, мы не снимаем ее полностью с гарантии. То есть, если у него что-то случилось с замком, ну, он может нам позвонить, то есть, описать ситуацию, объяснить, если это где-то рядом, мы выйдем, ну, так же поменяем замок. Ну, и последний вопрос. Возможно ли замена на новую дверь, если металлоконструкция не подлежит восстановлению? То есть, ее нельзя поправить, восстановить или еще что-то? Если вопрос именно в самой двери, что с ней что-то случилось, то, конечно же, мы ее поменяем. Если мы виноваты в чем-то, конечно же, мы сделаем так, чтобы наш клиент остался доволен, и если нужно заменить дверь, мы ее заменим. Если у вас остались какие-то свои вопросы касаемо гарантии дверей, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, и мы обязательно ответим на них. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что немаловажным фактором на то, как будет служить вам дверь, является правило эксплуатации двери. Дверь – это также изделие, к которому нужно относиться определенным образом. Я понимаю, что нужно войти, закрыл, открыл и так далее. Есть несколько моментов, как правило, ухаживать за дверью. То есть, как нужно протирать дверь, если она грязная, чем протирать и так далее. Что касается фурнитуры, что касается замков. Обо всем этом вы можете увидеть вот в этом вот ролике. На этом у меня все. Если видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться. С вами был Сергей на канале Bastion S. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok